После тренировки спортсмены часто жалуются на боль в той или иной части тела. Иногда неприятные ощущения возникают в процессе выполнения упражнений. Как избежать повреждения ткани после занятий спортом и сохранить тонус мышц? Как восстановить мышцы после тренировки? Боль, усталость, потери мотивации – показатели того, что организм истощен и нуждается в отдыхе. Для эффективного восстановления соблюдайте определенные правила по режиму тренировки и питанию. Сегодня разберем самые важные моменты. Наш организм находится в непрерывном движении. Работа происходит за счет энергии, которую дает нам пища, поглощаемая в течение дня. Поэтому так важно правильно составить рацион питания в период интенсивных физических нагрузок. Восстановление после тренировки произойдет намного быстрее, если сбалансировать ежедневное меню – белки, жиры и углеводы. И микроэлементы должны присутствовать в необходимых пропорциях. Диетологи и фитнес-инструкторы помогут составить правильный рацион, подходящий конкретно для вас. Но есть и общие формулы, по которым рассчитывается необходимое содержание витаминов и микроэлементов в меню спортсмена. Во время тренировки сжигается энергия, которую необходимо восполнять до и после завершения занятия. Специалисты по питанию советуют соблюдать следующие правила в период высокоинтенсивных нагрузок. До начала занятия углеводы необходимы перед тренировкой, так как питают мышечную ткань и мозг энергией. Белки поставляют аминокислоты в организм в процессе работы. Жир нужно исключить, так как он тормозит скорость и процесс пищеварения, что может вызвать неприятные ощущения во время занятий. Во время тренировки самое главное правило – не забывать пить воду. Как только наступает начальная стадия обезвоживания, организм ослабевает, и тренировка становится неэффективной. Важно делать несколько глотков каждые 15-20 минут в течение всей тренировки. После тренировки прием пищи должен происходить в течение 20 минут, сразу после занятия. Но это время открывается анаболическое окно для потребления белков и углеводов, которые необходимы для восстановления и прироста наших мышц. Углеводы лучше усваиваются в жидком виде, сладкие соки, напитки, к чему можно добавить белковый порошок. Такой коктейль составит идеальную комбинацию для скорейшего восстановления и структурирования мышечной ткани после нагрузки. Любые продукты, содержащие кофеин, следует исключить в течение двух часов после завершения тренировки. Отдых также очень важен для восстановления сил и работы всего организма после физических нагрузок в спортивном зале. Необходимо высыпаться, причем важно не только количество, но и качество. Во сне происходит интенсивное восстановление всех систем организма, включая процессы формирования клеток, мышечной ткани. Впоследствии недосыпания широко известны хроническая усталость, вялость, нервные перенапряжения, проблемы с концентрацией и мотивацией, что ведет только к сбою системы. Специалисты советуют ложиться в кровать до 12 часов ночи и спать не менее 8 часов. Хотя время может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека. Но если вы всерьез задумались над вопросом, как быстро восстановиться после тренировки, то в первую очередь вам нужно продумать режим сна и не сбиваться с графика. Вот и настало время обсудить такой важный элемент подготовки, тренировки, разминка. Перед самым началом занятия ментально вы понимаете и готовите себя к физическим нагрузкам, но мышцы понять этого никак не могут. Их необходимо подготовить. Именно поэтому и придумали такой незаменимый ритуал, во время которого происходит разогрев суставов и разгон нервной и сердечно-сосудистой системы. Оптимальное время от 5 до 10 минут, после чего можно приступать к основным упражнениям и не переживать за перенапряжение уже подготовленного организма. Разминка – это ответ на распространенный вопрос, почему в начале тренировок происходит значительное улучшение. Структура разминки на 7-10 минут включает легкие кардиоупражнения, гимнастика для суставов, динамическая растяжка мышц, восстановление дыхания, восстановление мышц после тренировки. После силовых упражнений и высоких нагрузок рекомендуется выполнить специальный комплекс – заминку, направленный на растяжку и укрепление мышц. Такие упражнения расслабляют ткани, способствуют выведению вредных для организма токсинов, что благотворно влияет на состояние мышц и уменьшает боль. Это также необходимо для возвращения организма к нормальному темпу функционирования и для понижения скорости разогнавшихся внутренних процессов. От растяжки плавно переходим к отдыху. Закончили заминку, подкрепились белково-углеводным коктейлем и переходим к следующему этапу восстановления – релаксации. Этот уровень включает 4 пункта, из которых можно выбрать одну процедуру или пройтись по всем по очереди. Массаж – лучшие средства для восстановления и укрепления мышечной ткани после тренировки. Усиливает кровообращение, расслабление и снимает боль. Теплая ванна способствует регенерации клеток, увеличивает циркуляцию обменных процессов в организме. Русская баня или турецкая сауна – эффект расслабления мышц, снятия симптомов усталости. Контрастный душ оказывает положительное воздействие на сосуды и соединительную ткань, что ведет к улучшению кровообращения по всем внутренним системам. Прилив энергии – заряд бодрости, желание двигаться и снова выполнять физические упражнения. Если такие мысли промелькнули, значит все этапы восстановления были пройдены, и можно вернуться к тренировкам. Спорт – важная часть нашей жизни, которая позволяет оставаться в форме и быть здоровым. Но чрезмерные нагрузки могут и покалечить, если не подготовить мышцы и суставы заранее. Внимательно и добросовестно выполняйте все пункты по укреплению и восстановлению до и после тренировок. И тогда вы избавите свое тело от боли и неприятных ощущений. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем мир! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok